На базе Хасавертовской гимназии номер 3 состоялся общегородской этап конкурса лучших чтецов произведений классического жанра «Живая классика». После проведения первого этапа по выявлению наиболее талантливых среди учащихся среднеобразовательных учреждений города, в муниципальном этапе приняли участие более 50 учащихся. Второй год подряд участие в нем могут принимать учащиеся с 5 по 11 классы. Ранее такая возможность была предоставлена ученикам только 6 классов. Я знаю, что вы спешите в астрок, а вас два часа задержало. Сейчас вам про меня я про это рассказываю. Я подслушивала. Почему вы на меня уставились? Хочу подслушивать и подслушиваю. Ничего тут дурного нет. Прощения не прошу. Знаете, я очень рада. Только сейчас рассуждала опять этот раз. Как хорошо, что я вам отказала и не буду вашей женой. Ну, мужья, да не хотите здесь. Ну, вот я за вас выйду и вдруг дам вам записку, чтобы сносить тому, которого вы любили после вас. Вы возьмете и не приминать несете, да еще и ответ принесете. И сорок лет вам настанет, и вы все так же будете мои такие записки носить. Я вас не стыжусь. Мало того, что я не стыжусь, да я не хочу стыдиться. Именно пред вами, именно вас. Почему я вас не уважаю? Я вас очень люблю, но я вас не уважаю. Ведь если бы уважала и не говорила, то я бы не стыдился. Так? Знаете, я хотела сообщить вам одно мое желание. Я хочу, чтобы меня кто-нибудь стерзал. Ну, женился, а меня потом стерзал. Обманул, ушел, уехал. Я не хочу быть счастливой. Я хочу беспорядок. Я все хочу зажечь дом. Я все воображаю, когда я заеду и сожгу потихоньку. Мне при меня, чтобы потихоньку. Они тут душат, а он тут горит. Они душат, а он горит. А я знаю, да молчу. Ой, глупость. Как отметила методист городского управления образования Жанна Шахбазова, в Хасаверте придает особое значение проведению литературного конкурса. Именно здесь выявляется уровень преподавания литературы в школах. По мнению самих педагогов в эпоху развития современных технологий, подрастающее поколение уделяет все меньше времени чтению художественной литературы. И именно поэтому путем проведения такого рода творческих состязаний молодежь приобщается к чтению книг. Цель данного мероприятия, чтобы дети в современном мире, как вы знаете, только интересуются телефонами, читают, сидят за компьютером, чтобы дети читали, ходили в библиотеку. Участвуют на данном мероприятии, учащиеся с 5 по 11 класса. Читают очень интересно. Вы же видите, сколько одаренно детей можно выявить. Я думаю, что наши дети любят читать и читают. Вот эти конкурсы – это привлечь детей, начиная с 5 класса. В начальную школу они ходят, они читают. Но далее они, что-то их меньше становится. Поэтому вот именно со среднего звена, чтобы они посещали библиотеку, читали и, естественно, показывали на таких конкурсах хорошие результаты. Почетными членами жюри муниципального этапа стали представители Управления образования и Центральной городской библиотеки. Заслуженный учитель Дагестана Валентина Бороздина рассказала, какими критериями должен обладать конкурсант и по каким качествам оценивается выступление. Что характерно для этого – это выявление талантов, это читательский интерес детей, это умение выбрать программу, это умение грамотно говорить, это умение артистизм свой показать. Но артистизм должен быть выражен в эмоциях, не просто жестикулировать, а это должно быть эмоциональное чтение. Вот этого мы ждем. Пока что только начало и трудно определить что-то, но пока пройдет он весь конкурс и потом будут видны результаты. Наши дети раньше принимали участие и в республиканском, и во всероссийском конкурсе, ездили в Петербург и неплохо выступали. Так что надеемся, что и сейчас мы, наверное, найдем три лучших исполнителя, чтобы наш город представили на республиканском конкурсе. Хочу пожелать всем успеха. Я хочу, чтобы детки наши не подвели ни своих учителей, ни свою школу. И я хочу, чтобы достойно представили потом и наш город. Потому что в нашем городе многонациональный коллектив, детки разных национальностей, но это сплочение. Вот на каких конкурсах происходит сплочение. Поэтому мы желаем вам успехов и добра. Победители примут участие в республиканском конкурсе, который пройдет в Махачкале в апреле текущего года. Конкурс «Живая классика» был учрежден в 2011 году. В процессе своего формирования возрос от всероссийского до международного уровня. Бурлия Цамбеева, Тагиб Магаветнабеев, информационная программа «Пульс». Бурлия Цамбеева, Тагиб Магаветнабеев, информационная программа «Пульс». Бурлия Цамбеева, Тагиб Магаветнабеев, информационная программа «Пульс».